Приветствую вас, зрители моего канала! Если вы любите новости о Доме-2, не забудьте подписаться, чтобы всегда быть в курсе свежих и актуальных новостей. Александра Черно, общаясь с подписчиками, намекнула, что они еще могут вернуться на шоу. Новый контракт, на новых условиях они обсуждают и ищут решение, чтобы оно удовлетворяло все стороны. Саша посоветовала поклонникам не доверять никаким пабликам, которые выдают об их семье неправдивую информацию, но вряд ли зрители так уж мечтают Аганесянов снова видеть на шоу. Во время переговоров выяснилось, что новые условия, которые вот-вот будут готовы, должны понравиться обеим сторонам и Аганесянам и руководству. Кроме того, Саша заверила, что подписала еще один контракт, но он не имеет отношения к телестройке и программе о взвешенных людях, хотя в сети и гуляли слухи, что там Саше отказали. Также Саша напомнила, что на шоу еще остались их вещи. Пользователи считают, что главная цель сообщений Черно – добраться до миллиона подписчиков. Что касается возвращения на шоу, то по опросам в пабликах видно, что супругов совсем не ждут обратно. Зрители хотят смотреть проект и не видеть там семейство, изрядно им поднадоевшее. Стоит отметить, что уходя, супруги уверяли, что покидают проект, так как устали бороться с провокациями и недовольны тем, что Рапунцелей всегда показывают в лучшем свете. Сейчас они почему-то считают вполне естественным рассказывать о том, что обсуждают условия возвращения. Хотя Рапунцели никуда не денутся, провокации тоже. Катя Скалон рассказала о расставании с Павлом Бабичем. Катя очень расстроена из-за расставания с Пашей. В глубине души девушка надеется, что между ними еще не все кончено, и они помирятся, но иногда ей кажется, что точка невозврата уже пройдена. Причиной тому флирт Катя с Женей Ромашовым. Блондинка уверяет, что Бабичу нет смысла ревновать, ведь они просто друзья. Скалон и Бабич уже избавились от совместных снимков. Девушка жалуется, что плохо себя чувствует, так как бойфренд обвинил ее в разрыве. Общаясь с поклонниками, Катя дала понять, что она чувствует себя очень разбитой, и ей от этого очень тяжело, как и от того, что она стала причиной всего. Катя обидна за то, что Бабич уверяет, будто она пытается его прогнуть. На самом деле, ничего подобного Катя не делает, да и не понимает, когда ее ревнуют Крамашову. Ладно бы к Моргенштерну. В итоге Скалон пришла к выводу, что она устала всех разочаровывать. Кате кажется, что она просто должна быть одна все время. Сейчас она влюблена в Пашу и поняла песню Ромашова. Поклонники утешают Катю и надеются, что Паша ее простит. Кстати, напомню, по слухам, пара уже отправилась вместе отдыхать. Правда, пока ни Катя, ни Павел не подтверждают эту новость. Илья Ябаров заявил об уходе с проекта. Уже ни для кого не секрет, что руководство телепроекта Дом-2 задумала полностью реорганизовать телестройку. Уже с 1 января нам обещают совершенно новый формат шоу. Количество участников сократится, а их возраст не будет превышать 27 лет. Проект покинут все семейные пары. Дом-2 станет молодежным. В связи с этим на выход готовятся старички, которым дали возможность поучаствовать в конкурсе «Человек-года». Еще совсем недавно заявлявший о том, что будет жить на телестройке до выплаты ипотеки и баров, вчера заявил об уходе, чем очень порадовал поклонников телестройки и расстроил земляков. Саратовский шансонье мечтает стать политиком и уверен, что люди его поддержат. Вот что сообщил Ябаров. Ничего такого в этом нет, что люди приходят и уходят. Кто-то может по 5-6 лет здесь быть, а кто-то задерживается лишь на пару месяцев. У нас в планах есть уход, но сначала нужно много всего сделать. Сейчас у меня встречи по политическим вопросам, стремлюсь помогать людям. Сначала зрители воспринимали все заявления Ли как шутку, но оказалось, что он был вполне серьезен. Правда, непонятно, на чьи голоса он рассчитывает. На тех людей, которых он называл неудачниками и борщовками, даже смешно всерьез обсуждать эту тему. Так или иначе, Ябаров подтвердил, что в ближайшее время Анис Голд покинул телестройку. Счастливого пути! Как ни странно и парадоксально, Монах и Меншиков выпросили место на Доме-2. За последнее время огромное количество топовых участников покинуло телепроект. Домой отправили Задойновых и Меншиковых. Ангелина пожаловалась подписчикам на то, что их не пустили на проект после декретного отпуска. Организаторы заявили, не подходите по возрасту. Пара тут же побежала на первый канал в шоу «На самом деле». Обсудили тему того, что Меншиков сомневается в своем отцовстве. Монах заранее предупредила зрителей, что все неправда, просто способ заработать. Возникает вопрос, зачем успешному шоумену и богатой бизнес-леди, каковой себя позиционирует Геля, позориться на всю страну. А вчера стало известно о том, что Меншиковы все-таки выпросили себе место на Доме-2 и уже заносят сумки. Пара приехала вместе с дочерью Степанией и дочерью Геля от первого брака, Каролиной. Девочка помогает матери с ребенком. Жить пара будет в семейном доме, где проживают семья Дмитренко и Купины, которые затеяли ремонт в новом доме. Чем тоже надо заполнять эфиры. Они, кстати, очень рады возвращению коллег. Степа и Ангелина хотят принять участие в конкурсе «Человек-года». Они уверены, что зрители их поддержат. Однако, по итогам предварительного голосования, поклонники телестройки готовы отдать победу Ирине Пингвиновой. Ольга Бузова рассказала, почему никто из ведущих не хотел работать на Сейшелах. Телепроект «Дом-2. Остров любви» закрыт. Часть ребят уволили сразу, часть вернулась на поляну, часть до сих пор ведет переговоры с руководством телестройки. Так до сих пор неизвестно, вернутся ли на проект Алина Галимова и Никита Рудаков, которые не вызывают у зрителей никакого интереса. С должности ведущего уволен Антон Бекужев. Один из немногих готовы работать на Сейшелах. Ольга Бузова интервью рассказала, почему ни она, ни ее коллеги не спешили ехать на остров любви. По словам Ольги, не работать, не отдыхать на Сейшелах ни она, ни Ксения, ни Влад категорически не хотят. В первую очередь, потому что там очень много неблагонадежных людей. Контингент не самый приятный. Отпугивает грязь, дороговизна и отсутствие каких-то более или менее приличных мест для отдыха, также для развлечений. Многие посетовали на то, что мечтали попасть на Дом-2 только ради Сейшел и были разочарованы такой оценкой острого любви ведущей. Впрочем, это не единственная причина. Отъезд Бузовой из страны на долгое время обойдется руководству очень дорого. Оля постоянно занята в каких-то проектах и не может позволить себе надолго отлучиться из страны. Бородину ехать никто не заставляет, у нее семья. Ксюше идут на встречу, ведь она, как считают организаторы, особенно ценный кадр – «Талисман Дома-2». Но Акадони стал незаменимым ведущим «Спаси свою любовь». Стало известно, чем занималась до проекта агрессивная Анастасия Балтер. Новенькая Настя заработала не самую лучшую репутацию в стенах Дома-2. За короткий период времени Настя стала зачинщицей сразу нескольких потасовок. Более того, уже выяснилось – подраться Балтер любила и за периметром. К слову, желание все время махать кулаками – еще не самое страшное пятно на репутации девушки. Как оказалось, до прихода на проект Настя зарабатывала даже не в эскорте. Драчливая участница телестройки была обычной дамой по вызову. На соответствующем сайте уже нашли ее анкету и расценки за услуги. Теперь пользователи социальных сетей с терпением ждут комментариев по этому поводу от самой девушки. Пока одни верят в то, что девушку просто подставили, другие отмечают – они уже ничему не удивляются. Напомню, Анастасия далеко не первая, чьи анкеты находили на подобных сайтах. Саша Черно слила очередной компромат на Ольгу Рапунцель. Саша покинула проект, однако ее война с Олей продолжается в сети. Не так давно Саша рассказала о вырезанных из эфира эпизодах, которые могли бы показать, что из себя представляет Ольга на самом деле. Более того, молодая мамочка возмущена тем фактом, что благодаря удачной нарезке козлами отпущения оказались именно они. Накануне Черно слила в сеть очередной компромат на экс-коллегу по цеху. Если верит Саше, Рапунцель орет и психует, требуя не пускать в эфир кадры, на которых Василиса или София устраивают истерики. Как выяснилось, Оля специально оговорила этот пункт в своем контракте. Поэтому телезрители могут наблюдать с экранов ту идиллию, которая творится в семье брендов Дома-2. Мало кто сомневается, на этом откровение Черно о жизни на проекте не закончится. Правда, теперь многие ждут ответочки от самой Рапунцель. Поклонники расстроились из-за плохих новостей о Насте Сацевьят и Максиме Колесникове. Недолго продлились отношения Насти и Макса. Последние пару недель Настя и Максим активно общались за периметром. Более того, Колесников готов был покинуть проект ради новоиспеченной пассии. Судя по всему, в уходе больше нет никакой необходимости. Фолловеры выяснили, Настя и Максим отписались друг от друга в социальных сетях. А это, как известно, верный признак расставания, причем наверняка со скандалом. Сами молодые люди своего решения разойтись пока никак не комментируют, а подписчикам остается лишь гадать, что же случилось. Не исключено, что Колесников банально передумал покидать телестройку, в то время как Анастасия предпочла развиваться вне стен Дома-2. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!